приветики стоим в пробке по елона мне писала час десять я начал крутиться по разным другим трассам все равно встаю в какой-то непонятной пробке довольно длительный мне пишут 20 минут не еще ехать но пересчитала на 37 минут что уже выглядит и метро съесть что уже выглядит приятнее у меня кстати выезд на русском стоит знать почему мне голос больше нравится вот серьезно на иврите там есть разные голоса но они какие-то не знаю ненатуральные что ли там есть голос прямо вот я ставил прям как робот такой там как будто бы google озвучивает такое обезличенный без всяких интонаций а здесь такая милая женщина сексуальная через 200 метров поверните направо прям хочется и верить сразу так что у нас вообще происходит я не знаю всякие дела какие-то бытовые с одной стороны мы же знаем что у нас абсолютно бытовой влог а с другой стороны и все эти вещи как бы ты вроде и хочется показывать да и вам тоже не очень интересно а с другой стороны абсолютно понятно почему чем больше ты делаешь какие-то такие всеобъемлющие темы тем больше в них погрязаешь потому что там отвечаете вроде как уже тебе хочется и дальше и дальше так что пока что я не знаю какой именно сейчас тематики будет этот влог но от вспомнил что я хотел сказать кое-что сказать вам кое-что знаете в чем очень многих проблема ну как проблема для них это не проблема в чем различается восприятие вот вообще людей относительно ютюба и всех роликов которые не смотрят и именно ютюберов и людей которые смотрят это дело очень многие люди особенно более старшего возраста выросшие на абсолютно да я тоже вырос как бы на абсолютно до телевизионной какой-то сфере печатной продукции и телевизионной продукции но все-таки в мое детство уже появились всякие компьютеры я был обладателем одного из отечественных компьютеров у меня было приставок у меня был компьютер ариэль бк 08 специально купили его за 30 чтобы дениска программировал дениска немножко программировал но в основном конечно же играл вот а игры за пиа игры загружались через кассету еще не не через дисковод те кто такое помнит и так делал ставьте лайк но я вижу что именно в основном от всяких роликов не от всяких роликов а когда кто-то не согласен с мнением снимающего ролик и у этого кого-то бомбит то основная часть это у старшего поколения все кто меня смотрят старшее поколение я вижу вас по статистике вы у меня не большинство так что можете не организовываться в коалицию вы не выиграете но у вас есть и что самое забавное самые активные участники так вот в чем дилемма дилемма то в том что видимо я уже как-то затрагивал эту тему очень скользь вопрос авторитетов то есть во первых для старших людей очень редко мнение более младшего а особенно чем младше тем менее является авторитетным мнение менее является авторитетным да это раз да я по себе тоже это замечаю может быть в моем случае это не то чтобы касается возраста но чем старше я становлюсь тем больше я убеждаюсь каких-то своих вещах своих каких-то мнениях своих точках зрения но я готов признать что это не прямо это не потому что я прав а потому что у меня были какие-то определенные соображения получая больший жизненный опыт периодически попадаю на подтверждение этих самых моих постулатов этих как бы это сказать сотова догадок я подтверждаю свои догадки если бы имел другие догадки я бы их тоже подтверждал поэтому я думаю на самом деле что это вещь скорее очень рандомальная любую точку зрения в конце концов найдешь и в жизни подтверждения потому что жизнь разная многогранная разная и что-то ища ты как бы в ней и находишь ну еще находишь это мы все знаем то понятно выражение такое да или как мне например пишут и негатив притягиваешь так далее окей но это все знаем что так это типа работает ментальная можно все что угодно сказать но я говорю больше психологической точки зрения любую свою теорию вы можете подтвердить со временем на своем собственном опыте блин последние дни настолько стало жарко что я вот реально это окно забываю но мне нужна какая-то сеточка у меня есть но то ли в багажнике то ли где-то были такие были на присосках знаете сворачивающиеся но я уже готов купить какой-то вот реально чулок который просто будет на этой сетке буду ездить как фантомас в чулке и я думаю что наверное а для многих людей которые старше меня я не являюсь авторитетным мнением это раз это нормально у вас у них есть свой жизненный опыт и опыт их более близких людей он для них намного более авторитетный это нормальная ситуация но самое главное эти люди раньше не могли делать интеракцию ну ладно не будем привязываться именно к возрастному какой-то категории есть просто люди которым видимо очень сложно смириться с тем что у другого человека есть другое мнение раньше было невозможно отреагировать чтобы тебя где-то увидели да вот мой дед например смотрел заседание верховного совета и тыкал дули в телевизор потому что он был с ними не согласен потому что они врали а он знал что они врут и он тыкал им дули вот вот теперь эти дули можно тыкать в виде комментариев до или каких-нибудь других еще вещей там не знаю подавать жалобы там ютюбе ли еще что-нибудь не знаю кого это нравится делать или у кого это вообще работает но вот так вот действительно одни из самых активных людей это именно те которые вот вот раньше тыкали дули а сейчас вот жутко несогласные они прямо у них вот настолько вот кипит несогласие да знаете когда говорят вот в украине например идем в европу идем в европу как по мне это главное о чем некоторым конечно это думается что идем европу это значит заживем хорошо ну как результат наверное да но как сам процесс в моем понимании первоочередное это толерантность отношения к друг другу принципе когда я здесь впервые оказался конечно это то чем израиль подкупает кажется полная свобода кажется абсолютная толерантность кажется все вот это вот я бы сказал сейчас что не все так однозначно у нас тут не вся толерантность а толерантная не вся толерантность а именно толерантность очень часто это просто нахальство то есть понимаете еще разница да вот разница нахальство и толерантство и нахальство и толерант толерантность и нахальство вот разницу ощущаете вообще определение свобод своих и другого человека понимаете вот да вот вот эти вот все вещи у нас как бы проблема с этими определениями но это уже тема для другого видео так что люди которые не могут промолчать не могут страдают смотрят видео и пишет я думаю что не страдают я думаю на самом деле что человек из страдания не делает ничего по собственной воле на самом деле люди наслаждаются люди наслаждаются потому что они чувствуют что они например там в чем-то разбираются они уверены они чувствуют внутренне они уверены что они разбираются в чем-то лучше чем тот чувак который трендит сейчас по типа их телевизору и вот мы приходим к самому главному разница между телевизором и ютюбом телевизору практически не было недоверия а к ютюбу она есть и в этом вся прелесть что у людей в ютюбе у блогеров в ютюбе у людей я не люблю слова блогер я люблю слова просто не знаю снимающий на youtube видео на youtube человек снимает и выкладывает на youtube не обязательно блогером нужно называться для этого но человек не должен быть специалистом ни в чем это просто снял что-то и выставил на youtube youtube это сайт где люди обмениваются видео семьей с максимальным количеством людей или с минимальным по их выбору вот и все у телевизора задача вообще иная абсолютно телевидение телевидение это вещалка телевизор он тебе прямо вещает телевизор изначально призван говорить как бы какую-то универсальную правду youtube нет и я не призван говорить универсальную правду для всех или вообще даже для кого-то и все что я сниму снимаю и снимал это правда только для меня вы согласны наш отлично значит продолжайте смотреть не согласны значит отлично значит не продолжайте смотреть своими просмотрами вы именно выказываете то именно как бы свое отношение к этому всему все эти доказательства вашей правды истинной правды самой истинной правды в чем вот забавной ситуации я не говорю неправду знаете почему то что я не могу врать я не могу врать я не могу говорить не правду на этом канале потому что в этом канале нет правды изначально на нем нет никакой правды вы здесь ищите то чего нет вот и все поэтому когда там мне или кому-то еще пишут там врун говорит неправду опять ложь или что-то такое это вы сейчас говорите неправду и ложь потому что если что-то обозвать во лжи значит у вас есть какая-то правда так вот ваша правда это только ваша правда а то что не является изначально правды не может быть и лжой все короче я вас запутал